Совершенно понятно, что все наклеено криво, привинчено криво. Но в облицовку своего балкона красноярцы Евгений Сухарев обнаружил, когда рабочие уже заканчивали монтаж. Мужчина признается, был удивлен, ведь с ним никто работы не согласовывал. Евгений председатель дома и на общих собраниях такие темы также не поднимались. Остановить работы своими силами мужчине не удалось и теперь вместо кованых решеток на балконе красуется профлист. Это совершенно инородный отделочный материал по отношению к нашему дому. То есть наш дом сдан в эксплуатацию в 1954 году. Это классический пример советского классицизма. Там были металлические решетки в качестве ограждения на этих балконах. И вот этот сайдинг это совершенно инородный отделочный материал. Массово обновлять балконы в Красноярске начали с декабря прошлого года. Работы проводят преимущественно вдоль трасс универсиады. За сайдингом и металлическими конструкциями чиновники хотят скрыть неопрятный внешний вид ограждений и мусор, который скопился на балконах горожан. В общей сложности должны преобразиться более 3,5 тысяч балконов. На эти цели потратят около 21 миллиона рублей. Деньги выделили инвесторы. Но не все работы выполнены качественно. Вот, например, балкон в центре города. Здесь сайдинг прикреплен проволокой. Меня возмутило, как безобразно и халтурно это сделано. То есть вот этот лист железа, жесть в прямом смысле, он висит на тоненьких проволоках. И меня волнует только один вопрос. С этими нашими ветровыми нагрузками рано или поздно это сорвется. С учетом того, что лист тяжелый, острый, он может, не дай бог, сыграть роль гильотины. Кто будет виноват? А это балкон на Баграда 97. Фото и видео жильцы разместили в социальных сетях. На кадрах видно, что металлопрофиль прикреплен криво, а саморезы торчат изнутри. Ответственные за работу управляющие компании и районные администрации. Именно они утвердили список ремонтируемых балконов. Чиновники рассказывают рекомендации по внешнему виду и цвету материалов, подготовленные архитектурно-художественным сообществом города. Замечания по качеству выполненных работ необходимо оставлять в управляющую компанию. Каждый случай, уверяют, будет рассмотрен отдельно. У нас есть на каждом доме управляющая компания, которая, как правило, эти работы и проводит. Их она или их подрядчики. Они должны принимать. То, что я видел и в соцсетях, и жители обращаются, мы обязательно будем на них реагировать. Понятно, что есть эффект исполнительный, есть обычный брак, по большому счету, когда человек не совсем добросовестно отнесся к своим обязанностям, обязательно это все будет переделываться. Если кто-то из жильцов решит самостоятельно демонтировать металлические ограждения и вернуть своему балкону прежний вид, санкции к таким людям применять не будут. По крайней мере, так пообещали в администрации. Екатерина Деревянко, Вячеслав Казаков, Афонтова Новости.